Свобода в клубах. Специальный выпуск. Томас Венцева. Крупнейший европейский поэт. Политический мыслитель. Гражданин Ридов. Запись в клубе и книжном магазине «Новая Рига» и гостинеце «Шевалье». Рида. Дело в том, что я был совершенно уверен, что жизнь моя кончится благополучно. Что, наконец, я все-таки дожил до ситуации, когда можно спокойно умирать и оставлять детям спокойную вселенную. Это оказалось неправдой. Я подшучивал и даже высмеивал пророков, которые говорили, вы не знаете Россию, она еще себе покажет. Пятое-десятое это говорил и Витал Тасландсбергес и многие другие. Я их высмеивал, даже в печати. Говорил, что это анахронизм, что все изменилось. Оказалось, что они, к сожалению, были правы. А звучит это так. Нам после всех невзгоды, всех разлук казалось, передышка будет вечной. Друзья в садах стихи читали вслух, Перуя и беседуя беспечно, Дух мудрости над школами витал. Вплывала в плейто в белые колонны, И ярмарками город хлопотал, И пряности возили галеоны. Мы радовались спелости плода, И многосветью мастерских мозаик. Но мрачные пророки, Как всегда осмеянные, Правы оказались. Металлогрохот с полохи огней, Чернеет небо и ярлится море. Задуй свечу, И дверь закрой, За ней опять чума, Каллигула и горе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Если комментировать эту войну, я вам скажу, что в самом начале, когда она началась, когда российские войска вошли на территорию Украины, я думал, что это будет похоже на немецко-польскую войну 1939 года. Тогда за 17 дней Гитлер достиг Варшавы, Сталин захватил восточную половину Польши, ну, собственно говоря, это называется Западной Украиной, Западной Белоруссией и Веленщиной, которая отошла к Литве. И сейчас они находятся, они принадлежат этим странам, то есть Украине, Белоруссии, Литве. И это в общем и целом признано международным сообществом и считается справедливым. Так оно, вероятно, и есть. Но, во всяком случае, тогда, в 1939 году, это выглядело, да и было, не только выглядело, но и было жестокой и незаконной оккупацией. Ну вот, так вот это обстоит. Мне казалось, что вот максимум 17 дней, и все это рухнет. Украинское правительство, как польское, окажется в изгнании, страна будет захвачена, оккупирована, и дальнейшее, в общем, с трудом предсказуемо. Через две недели стало ясно, что дело происходит не так. Совершенно наоборот. Совершенно даже наоборот. Я очень воспринял духом, но решил, что тогда это похоже на советско-финскую войну. На советско-финскую войну, которая кончилась тем, что Финляндия осталась независимой и демократической страной, но потеряла некоторые довольно важные территории. Выборг, Сартовалу, потом Печенгу или Петсамо, ну и кое-что другое. Ну, думаю, кончится этим. Нет, этим не кончилось, и этим как-то вроде бы и не кончается. Хотя Россия до сих пор захватила, то есть имеет Бердянск, имеет Мариуполь, но это можно сопоставить с Выборгом и Сартовалой. Территориально, да. Никто ей этого не признает, ни Украина, ни весь мир не признает. И так как с Выборгом, по-видимому, не получится. Думаю, что не получится. Но я стал думать уже на 500-й день войны или даже раньше, что это похоже еще на одну войну, она именно на русско-японскую, которую Россия проиграла, потеряла Южный Сахалин, потеряла Маньчжурию, и, так сказать, и, в общем, пришлось меняться. То есть началась революция пятого года в связи с этим. Но, Вы знаете, ничто в истории не повторяется дословно, как видите. Как видите, не повторяется дословно, и это тоже не русско-японская война. Это, к сожалению, как сказал Мандельштам в стихах о неизвестном солдате, «Я не битва народов, я новая». Это нечто новое. Нечто новое и, увы, непредсказуемое. Это так, Томас, очень многие люди задают себе вопрос, я имею в виду людей и в Украине, и в России, почему Запад ничего не может с этим сделать? Понимаете? То есть все, ну, так сказать, люди гуманитарных профессий, мирных профессий... Ну, во-первых, Запад все-таки что-то делает. Окей. Нельзя сказать, что Запад ничего не делал. Если бы он ничего не делал, то, вероятно, Украина не смогла бы сопротивляться, во всяком случае так, как она сопротивляется. Да, я думаю, что ни для кого не секрет, что сила духа украинских военных плюс в западной поставке оружия, собственно, и делают эту войну такой, какой она есть. Мне кажется, что да. И очень легко, сидя, в общем, на удобном диване, говорить «Запад продает, Запад предает, Запад труслив, Запад прогнил». Ну, это такие разговоры очень легко вести, но они, так сказать, пользы ни малейшие не приносят и, в общем, глубоко не справедливы по отношению к Западу, мне кажется. С другой стороны, ну, надо же понимать, что ответственный политик не имеет права рисковать уничтожением земного шара. Путин явно безответственный политик. Он этим, может быть, может рисковать. Ну, будем надеяться, что у него не хватит духу, чтобы уничтожить земной шар, то есть тем самым себя самого. Будем надеяться на это. На это надеяться можно и, в общем, даже легко надеяться, потому что весь ход войны показывает, что это так оно и есть. Но западные политики этим рисковать не могут, должны быть осторожны. И обвинять в их безлишней осторожности, по-моему, безответственно. — Томас, многие говорят о партии войны в России и ее победе. Впрочем, вы сами тоже когда-то об этом говорили. Вы согласны с тем, что в России победили ястребы, победили безумцы, которые слушали какую-то очень консервативную философию? — Ну, оказалось, в России оказалось, я к этому никогда серьезно не относился. — Вот вы хорошо знаете Россию и русских. — Оказалось, некая токсичная идеология. Это пошло... К сожалению, вот есть такое выражение Ильфа Петрова. Вот наделали дело в эти бандиты Маркс и Энгельс. Так вот, можно сказать, вот наделали дело в эти бандиты Трубецкой и Лев Гумилев. Да простите меня, Бог. — Можно сказать, и в кавычках, но это так, если вообще вспоминать всю консервативную русскую философию, то понятно, что из нее наделали делов, да. — Наделали дел Мамлеев, Лимонов, Дугин и, кстати, многие другие. Многие другие действительно наделали делали, заразили этой токсичной идеологией правящие слои России, заразили лично Путина, и последствия весьма и весьма печальны. Весьма и весьма печальны. Ну вот, победила ли партия войны? Да, поскольку война имеет место. Если бы она не победила, война бы не имела места. Когда-то вы упоминали про то, что как существует Литва-1 и Литва-2, Польша-1 и Польша-2. То есть страна авангарда и прогресса и страна патриархальности. Вот про Россию, наверное, можно сказать то же самое, что существует Россия-1 и Россия-2, но сейчас вот эта первая Россия, она как будто исчезла, как будто испарилась, а при том, что было столько надежд на то, что страна идет путем европейского развития, я имею в виду сейчас институты, книги, издательства, развитие науки и так далее. Ну, понимаете, я сейчас читаю прессу, в частности литовскую, интернет литовский, и там вижу массу заявлений. Не будет никакого послевоенного периода, будет период после России. Россия должна исчезнуть. Россия – это раковая опухоль на теле человечества и так далее, и так далее. По-моему, это безответственное заявление. По-моему, ну, Россия может исчезнуть один-единственным образом во Всемирной атомной войне, в которой исчезнет, наверное, не только Россия. Или, если исчезнет только Россия, а Запад сохранится, возможен, кстати, такой выход ядерной войны. То все равно, ну, это крайне нежелательно для всего мира и крайне опасно для всего мира. Россия никуда не исчезнет. С этим ничего не поделаешь. И, в общем, вообще стыдно называть какую бы то ни было страну раковую опухолю на теле человечества, будь то Германия, будь то, не знаю, будь то Китай, будто кто бы то ни было. – Япония времен середины 20-го века. – Совершенно верно. Это, так сказать, нельзя этого… – Испания времен Франко, Аргентина времен… – Нельзя этого делать, нет, нельзя этого делать. – Это больная страна, несомненно, больная. Но не вырезать ее надо, а все-таки лечить. Как лечить? Это вопрос для длительных и серьезных дискуссий. Но лечить она должна и сама себя. Существуют люди, которых я очень уважаю, которые сидят в России и пытаются там что-то делать. Ни одна страна не является прорехой на теле человечества. Кстати, это очень симметрично ситуации с нацистской Германией. Причем, я должен сказать, Россия до сих пор не достигла еще уровня нацистской Германии в своей преступности. Она ведет себя преступно, но Гитлер вел себя еще хуже. Это продолжалось кратко, говоря, да, может быть и так, но Гитлер продолжался 12 лет, а Россия такова всю свою историю. – Ну, давайте Сталина вспомним, кто был. – Во-первых, это неверно. Россия такой была не всю свою историю. В истории России бывали просветы, и бывали довольно яркие просветы. Последний из них мы видели с 90-го года, ну, до воцарения Путина, и даже какое-то время после воцарения Путина. Был такой просвет. Ну, к сожалению, кончился. Но это не означает, что что-то не может повториться. Ну, так вот, есть люди в России, есть люди в эмиграции, есть теперь очень любимая тема, теперь уже чуть меньше, но была любимая тема во многих странах, в том числе и в балтийских странах. Это вот бойкот русской культуры. – О, это я хотела с вами отдельно об этом поговорить. – Ну, хорошо, так отложим это немножко. – Нет, пожалуйста, давайте. – Бойкот русской культуры. Ну, например, «Шчелкунчик» на Новый год нельзя показывать балет «Шчелкунчик». Это пропаганда русского империализма. Мариус Потипа, француз, конечно, жестокий русский империалист. Эрст Теодора Амадей Гоффман, немецкий автор, он, конечно, жесточайший русский империалист из Калининградской области. Он там, по-моему, жил, и он там чуть ли не написал «Шчелкунчик». Петр Ильич Чайковский, конечно, русский империалист, тем более Стравинский, но так же, как вот Бах, это немецкий империалист и нацист. Ну, про Вагнера говорят нацист, но Вагнер действительно сомнительная фигура, более сомнительная, чем Чайковский. Но, тем не менее, всю Вторую мировую войну во многих странах, воюющих с Германией, Вагнера играли и правильно делали. Вагнер – это одно, а Гитлер – это другое. А сейчас очень трудно доказать, что Пушкин – это одно, а Путин – это другое. Понимаете, ну, Пушкин, да, говорят, Пушкин написал империалистические стихи к леведикам России и что-то там еще. Да-да-да, к другу Мицкевичу обращенную. Или поэму «Полтава». Полтава тоже. Ну, антиукраинскую. Ну, там Мазепа – отрицательный герой, а для украинцев он – национальный герой. Ну, бывает, бывает. Киплинг написал английские империалистические стихи, многочисленные, и прозу также. Тем не менее, Вистен Ю Оден, один из моих любимых английских поэтов, сказал, что время прощает Киплинга и все его взгляды за то, что он писал хорошо. Pardon him for writing well. Ну, вот так оно и с Пушкиным. Причем Пушкин написал огромное количество произведений, в которых нет ни малейшего империализма. Ну, есть. Есть произведения, которые ему не делают большой чести. Но, во-первых, это очень небольшой процент того, что написал Пушкин. Обвиняют Леа Толстого в империализме. Ну, уж простите, Лев Толстой, который вообще был против какой бы то ни было войны, против какой бы то ни было армии, это последний человек, которого можно обвинять в империализме. Последний. Сложнее с Достоевским, но выбросить, сбросить с бархота современности Достоевского, по-моему, было бы полным идиотизмом. Я против этого выступаю, я об этом говорю в Литве. Мне за это доставалось, но я привык, что мне достаётся, мне сильно доставалось при советской власти. Я этого совершенно не боюсь. Напротив этого мне, так сказать, даёт некоторое количество адреналина. Я не могу говорить за украинцев. Украинцы в особом положении. Они жертвы агрессии. У них гибнут люди, у них гибнут дети. Если бы у меня на глазах гибли мои собственные дети или дети моих знакомых, я бы, наверное, тоже несколько изменил бы свои взгляды. Но... Да и то не знаю, кстати. Но во всяком случае, я совершенно не берусь, что бы то ни было советовать, и тем более запрещать украинцам. Они имеют право относиться сейчас к русской культуре так, как они относятся. Имеют право. Но мы вряд ли имеем такое право. То есть, во всяком случае, ну, право-то право, а главное, если так себя вести, то это просто глупо. Им каждый имеет право на глупость, но глупость надо называть глупостью. Это стишок короткий. Написано это в Коннектикуте, в Нюхейвине, где я провел около 40 лет, шутка сказать. Преподавал там в университете 30 лет, не менее 30. И потом вернулся в Вильнюс, о чем не жалею. Хотя Вильнюс имеет свои проблемы. Для меня тоже. Тут дело в том, что это написано, когда я совсем уже потерял всякую надежду, что что-то изменится в Союзе, и что я смогу вернуться. И как ни странно, через полгода все стало меняться на глазах. И стихи эти потеряли актуальность. Но тем не менее, по-моему, они какой-то свой смысл имеют. Все тает, гул развязки в полумиле, Кремневый холм искрит об край небес. Лед в трещинах, вода уже не в силе вместить в себя весь ясеневый лес. Все впереди, пока еще терпимо. Потом окаменеют берега, и Бог на небе притворится дымом и навсегда ударится в бега. Я не об этом. Воздух пей холодный, бездомностью гордись и верь зиме, подобно беженцу в случайной лодке, вдыхая соль в качающейся тьме. Обиды не наследуют младенцы, холмы и таки тонут в вечном сне. Все будет так, и никуда не деться, лишь музыка и смерть, и мокрый снег. Томас, вы много лет преподавали в Америке. Вы знаете, как устроена словистика. Да. Почему, на ваш взгляд, на русском языке была такая сосредоточенность? Почему русскую культуру так богато изучали? Я имею в виду развитие словистики после Второй мировой войны. Ну, вы знаете, во-первых, Россия была потенциальным противником. Потенциально противника надо знать. Совершенно верно. И, кстати, это относится и к русской культуре в современной ситуации. Россия сейчас потенциальный противник Запада, потенциальный противник Литвы, потенциальный противник Польши, кого бы то ни было, из чего следует только одно. И русский язык, и русскую культуру изучать надо. Потому что в ситуации, боевой ситуации, это можно назвать даже боевой ситуацией, совершенно не мешает знать язык противника. И если командир в окопах, воюющий с нацистской Германией, знал немецкий язык, это ему могло принести только пользу, ничего другого. Ну, неизбежно я должна вас спросить о вашем друге Иосифе Бродском и его стихотворении «На независимость Украины», которое обсуждается в контексте русского вторжения в Украину очень однозначным образом. Иосифа Александровича обвиняют в имперскости, в том, что это очень неприятный текст и так далее, и так далее. Я его пересчитывала недавно, и я увидела там не имперскость, я увидела там многоголосие, как будто Бродский говорит не от себя, а от имени какого-то странного человека, ну, такого полуинтеллигента, который читал то, что он читал, ну, там, то, что он прочел к концу 80-х годов прошлого столетия. Прокомментируйте, пожалуйста. Знаете, я об этом много говорил и писал уже, но я повторю. Иосиф Александрович прочитал мне эти стихи когда-то вслух. Я прослушал, сказал, написано лихо, но печатать это не следует, и читать публично это не следует. Если ты обязательно хочешь читать это публично, то только в Киеве, лицом к лицу с украинцами, они тебя линчуют, забросают камнями и будут правы. Но это будет то, что по-английски называется fair play. Это будет честная игра лицом к лицу. А со спиной украинцев это читать не надо. И он вроде бы меня даже послушался. Он это не напечатал никогда, но читал это вслух, и это было записано. И после его смерти использовано. Скорее всего, не так, как он хотел, чтобы это было использовано. Ну, это можно интерпретировать по-разному. Жаль, что это так используется, жаль, что это так получилось, что это сильно повредило репутацию Иосифа Бродского, который был моим другом и остается очень дорогим для меня человеком и очень дорогим и важным для меня поэтом. Я должен сказать, что я сам сочинил стихи про Украину на литовском языке. Это немножко ответ Бродскому. Это написано в той же метрике, примерно той же длины. Ну, я бы сказал, как бы противоположно. Есть такие стихи, они есть на русском языке, их перевел Георгий Ефремов. В конце там три цитаты. Одна цитата из Кавафиса про фермопилы. Вы, наверное, знаете стихи Кавафиса, есть там у них совершенно замечательный конец. Вы знаете, что в фермопилах 300 спартанцев удерживало медийцев, то есть персов, огромное войско и удерживало довольно долго в этом узком ущелье. Пока не появился предатель Эфиальд, который обвел персов вокруг по горным тропам, они напали сзади и все спартанцы погибли. И вот стихи Кавафиса кончаются словами. Тем большая им честь, когда предвидят, а многие предвидят, что в конце появится коварный Эфиальд и что медийцы все-таки прорвутся. Вот это есть цитата. Следующая цитата из русского поэта, которого мало кто слышал, его звали Владимир Печелин. Это был приятель Герцена. Жил он в Лондоне, умер в Дублине, там и похоронен в качестве католического монаха, человек поразительной судьбы, и при этом он написал наиболее антипатриотические стихи в истории мировой литературы. Там есть, но это в связи, кстати, с восстанием 1963 года в Литве и в Польше. И там есть строчки «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения». Вот пишет это русский человек, а говорят, что русские не способны к раскаянию. Вот строки, которые сейчас ни один русский повторяет. Я знаю таких людей и даже собственной семье, которые эти строки повторяют. Они цитируются. И третье, что о чем идет речь, так называемое слово «камброна». «камброн» был французский генерал, которому англичане при Ватерлоу предложили сдаться. И тут есть два варианта того, что он на это ответил. Один вариант такой как бы благородный. Он сказал, гвардия погибает, но не сдается, и они погибли. Второй вариант более прямолинейный, но наверное он не соответствует реальности. Он сказал французское слово «мерт», что означает, как вы уже догадались, говно. И собственно это очень подходит и к украинской компании. Стихи называются «Азовская компания». Причем я имею в виду не батальон Азова, которым много говорят и пишут, а просто то, что это происходит около Мариуполя и в Мариуполе на берегах Азовского моря. Слава тебе, о богине истории, осененной освитой, из шелухи ракетной и солдатни убитой, прячешься до поры, но тебя мы не познаем что ли в скрежете гусениц и мельтешне вертолетной моли. «После мы все привыкаем к твоим велениям для начала рваная рана многоэтажки и перелом причала связки растерзанных рельсов войной и сеченные степи на чьей черноземной сцене Петру грожал Мазепе. Смерть еще молода, ей навык нужен и время. Она себя пробует, учится, требует повторения и слышен огонь и расшлепан мир, как сырое тесто. Попадание с пятого раза и после мокрое место. Дрон пролагает в небе круги, а иногда квадраты. Двадцатилетний охранник ведет вдоль щербатой ограды задержанного из местных. Потише уж очень борсты, последние три шага для них обоих длиннее, чем версты. задержимая бойни из одних руин утонувших в дыме перетекает в другие, спутник застряв над ними, фиксирует безучастно. Вот пушка, гараж, цистерна, занята десять кварталов, глория ностра этерна. Боже, как далеки спасительные вокзалы и порты, повсюду вокруг неизвестность свои чужие когорты, гибельные блокпосты, брошенные маролером овцы, куры, козы, гаснущий взгляд, в котором недостойное место на карте, мерефель, пень, тростянка, чьи облеченные крыши дрожали в прицеле танка, где купол церковный в крапиве лежит расколот, а малые дети заучивают. Винтовка, предатель, голод. Серую ленту приводя кортечь прострочить не чайка, голубизна в зеркальных осколках, чиста и случайна, с ужасом вслетят ее в подземелье зачатые дети, ведь небо теперь не рай, а раздолье стервятников божьи нети. Пятно загустевшей крови полдень грозит распылом, эфиальты естественно всем суждены фермопилом, бог с ними будем гадать, пусто нам или густо, пути сожжены, а медийцы они все равно прорвутся. Что ж, богиня истории, неминуемые твои кары, млеют в лучах заката вражеские бульвары, и студентик подлипой клянят тоску и драговизну, старое повторяет строки, как сладостно ненавидеть отчизну. А военные им на роду начертанно сгиньте, все еще жадно дышат в удушливом лабиринте, губы едва дрожат, но слышно в мешке бетонном крепкое слово врагу, адресованное камброном. Я написал стихи, есть теперь у меня еще такие стихи, называются, это еще не напечатано, даже по-литовски не напечатано, называется «К неродному языку». Это такая вариация на стихи Мандельштама к немецкой речи. К немецкой речи. Вот это вот о моем отношении к русскому языку, который мне очень близок. Это для меня не родной язык, но действительно для меня важный язык. И на этом языке я, так сказать, прочел, узнал, выучил наизусть многое для меня крайне важный. Это и Пушкин, и Мандельштам, и тот же Бродский. Вот отчасти об этом я и говорю. Но говорю, что этот язык отравлен, что этот язык отравлен, что кислород, его превратился в виприт, и что... тем не менее, пока существует хотя бы один человек, который еще изобретает запрещенные страфы, я спокоен. Вот Мандельштам кончает так же. Ты живешь, я с тобой спокоен. Вот я повторяю эти слова Мандельштама. Хотя мне кажется, что если бы политики больше слушали поэтов, миру было бы больше пользы. Если бы политики читали... Ну, читают, некоторые читают, но далеко не все. Далеко не все. Ну, знаете, поэзия такая вещь. Она действует на людей, но она действует медленно, окольными путями, не всегда так, как мы хотим, не всегда тогда, когда мы хотим, но все же действует. Ну, вот на это вся надежда. Ну, вот еще одно стихотворение, это посвящено РК, то есть Рамуна Сукатилюсу, это мой, и, кстати, Иосифа Бродского, близкий приятель, физик. Он для нас был в какой-то мере таким этическим компасом. В частности, он, возможно, ну, виноват, не виноват, так сказать, повинен, не повинен, но ему мы, а может быть, мы ему должны быть благодарны за то, что Бродский омигнировал. Потому что, когда Бродский вернулся из ссылки, собирались издать его сборник. Если бы сборник был издан и напечатан, вполне возможно, судьба повернулась бы иначе. Евтушенко сказал Бродскому, понимаешь, Ося, тут к этой книге нужен локомотив, как ко всем книгам. Что-нибудь там про Ленина, там, пятое-десятое. Бродский прибегнул к рукоприкладству, и с тех пор они с Евтушенко как-то в ссоре были. Много лет. Но у Бродска были стихи под названием «Народ». И эти стихи могли быть локомотивами, в них не было ничего скверного. Они нравились Ахматовой. Но речь шла о том, что вот я, так сказать, это частица народа, его языка, народ, это река, в который все мы плывем и тонем, и он остается, нас не будет. Ну и слава Богу. Вот смысл примерно такой. Бродский уже хотел дать эти стихи как локомотив, и сборник наверняка прошел бы с этим сократворением. На что Рома Скотелю сказал, ты знаешь, нет, это все равно будет воспринято как капитуляция. И это отметят и критики, и читатели как твою капитуляцию, а ты капитулировать не можешь. И Бродский сказал, ты прав, и сборник не вышел. Вскоре ему пришлось эмигрировать. Так вот, этому Рому Скотелю сунны непокойному литовцу физику, ну, который очень неплохо понимал в литературе, в стихах, и которого Иосиф очень любил. Всегда к нему ездил на Выборгскую сторону, там на трамвае надо было ехать около часа. Я тоже ездил, мы там встречались. Это написано в 95-м году, то есть тоже уже, слава Богу, почти 30 лет. Я знаю, что оно как будто истекает, то черное столетие, может, не чернее иных столетий, но иное по размаху. Последовательно оно сводило к числам тела, а души измельчало перегноем нулями дабы разум как-то победил. Надеждой притворялась пропасть и успешно. Гордыни умысел обслуживали печи, в кругу соседствующим лед был непрогляден под каменной звездой, вагоны в никуда шли, задыхаясь и на запад, и на север. Ничто не вечно, монументы тех империй в грязи в чертополохе цепком в лопухах умолкли рупоры слышней распад гранита. Мы, как орфей, не смеем обернуться, не ведая, кого выводим из-за гранита. Что оставалось нам? Ирония, терпение и редко смелость, чаще сумрачное чувство, что меньше сделал, чем предполагалось свыше. Сходящая на нет вина скорее грех, что если Бог простит, то не простит ребенок. Лишь это и смогли мы выбрать, но умели принять как дар глоток из чаши горьких истин, не восхваляли смерть, над сталью и бетоном видали ангелов, любили, возжигали свечу в библиотеке, как-то различали по имени добро и зло, уже с избытком довольно для того, чтобы унести во мрак. Вы, в общем, один из классических советских диссидентов с друг Горбаневской, друг многих людей, которые подвергали свою жизнь риску для того, чтобы бороться с системой. Вас самого в общем-то отправили в эмиграцию, вас лишили советского паспорта, советского гражданства вас лишили. А можно ли сравнивать вашу ситуацию в вашей молодости с тем, что проходят молодые протестующие люди в России сейчас? Ну, теперь я начну со своей, так сказать, скромной, может быть, не скромной особы. Я диссидент, я диссидент был без года неделя. Я был, действительно, я дружил и с Горбаневской, и с Гинсбургами, и со многими другими, но с спокойной Людмилой Алексеевой, но, тем не менее, я был во втором эшелоне, в лучшем случае. То есть, я был сочувствующий, но не работающий. Потом, когда я стал работающим, был такой краткий период, меня почти сразу же отправили за границу. Ну, это длинная и сложная история, не буду в это углубляться, но я оказался за границей, пробовал там продолжать свою деятельность и, может быть, даже что-то делал, но я совершенно не могу себя сопоставлять даже одоленно с Ковалевым, с Горбаневским, с людьми, которые действительно сидели, мне никогда не пришлось сидеть. Единственная сложность, которая меня в жизни постигла, это вот были сложности первых месяцев за границей. Да и то они были очень скромными, многим другим пришлось хуже, потому я сразу получил академическую работу, сразу, так сказать, встал на ноги и мог существовать. Но это, да, то, что сейчас, сейчас оказываются люди за пределами России, на Западе, да, это похоже, это похоже, их даже больше, их даже больше, судьба их похожа. симпатия к диссидентам тогда была, пожалуй, больше, сейчас она как-то меньше. Есть общая настроенность против России, которая, увы, расслабляется в большой степени и на русскую миграцию. Вот при советской власти этого не было. Это все-таки разница между советской политикой, советским правительствами и диссидентами была очень четкой. Теперь она в глазах Запада как-то менее четкая. Но, тем не менее, сходство есть. Но я могу только сказать, что я не думал, что я дождусь краха советской власти, но дождался. Потом думал, ну, вот, слава Богу, теперь могу спокойно умереть. Нет, ничего подобного, спокойно умереть не могу. Продолжается то, что было и даже еще, может быть, в чем-то еще хуже. Ну, могу сказать, если достаточно долго ждать, то чего-нибудь дождешься. Поэтому русским эмигрантам могу только пожелать терпения и, так сказать, не прекращать работу, какой бы она ни была. Это стихи о известном событии, о том, что Наталья Горбаневская и шесть еще человек, они демонстрировали на Красной площади, когда союз вторгся в Чехословакию. Тогда это прошло. Тогда они заняли Прагу в первый же день, чешская оборона рухнула, но ее почти вообще не было. В Киеве это не получилось, хотя Путин несомненно ожидал, что получится то же самое. Несомненно ожидал, но вот не получилось. Времена наверное, слава Богу, изменились. Слава Богу, хотя это чревато огромными потерями и сладаниями. Ну вот я тогда собственно говоря, тогда у меня была вот какая история, я иногда рассказываю. Мой приятель в Вильнюсе, совершенно не зная о Горбаневской, когда мы узнали, что Советы вторглись в Чехословакию, сказал Томас, мы с тобой взрослые люди, надо сделать какие-то транспаранты, выйти на площадь. И мы стали делать транспаранты. И моя будущая жена, которая тогда еще не была моей женой, сказала, ну она перепугалась, ну посадят, замучают, пятое, десятое, теперь она говорит, что она ошибалась, но она присутствует сейчас в этой комнате, сейчас она говорит, что она ошибалась, но тогда она поставила вопрос Лебром, или я, или транспаранты, и я к стыду своему не пошел, приятель тоже не пошел, и в Вильнюсе этой демонстрации не было. Ну вот, я потерял случай, так сказать, повести себя правильно. я написал, вместо этого написал стихи с посвящением НГ, то есть Натальи Гармоневской, и как ни странно они были напечатаны на литовском языке, то есть, ну поразительно, но цензор ничего не понял, московский цензор понял бы. Кстати, многие люди в Литве поняли, о чем эти стихи, но не цензор. Ну вот, а стихи эти звучат так. Еще есть один такой намек, это о яме на каменной лестнице. Это рассказывают, я там, правда, сам не был, что в Лубянке на каменной лестнице протоптана яма, которую протоптали тысячи людей, которые прошли по этой лестнице в свое время. Ну и потом проходили, и сейчас, наверное, проходят. Ну, это очень старые стихи. Когда чужая боль почти твоя, и все, что не успело приключиться, уносит вниз поток небытия, как бы небытие куда-то мчиться, день за городом кончится готов, гремит приемник, злеет ливень где-то, и нам не запереться на засов от иссякающих мгновений лета. Сквозь помраченный воздух на порог вступают отступившие, опоздавшие, исчезнувшие. Кому наш дом чертог на эту ночь элизиумом вставший из тех теней, блуждающих во сне, что, полюбив друг друга, забывают, что селятся у зеркала на дне, а после неожиданно всплывают. Так воскресая кружат надо мной крыла подруги, братьев поневоле, то поколенье, ставшее стерней и чистым звуком, и бумажным полем, а выжившим лишь опустевший дом, лишь бесконечный путь им глаз наружи, молчание и стойкость им щитом, и может, Аполлон спасет их души. Кровь станет им границей мира, ночь одели тотепеля в стужи вечной, свидание со смертью превозмочь, поможет речь, и сохранит им верность, когда в заливе в мозг и в душу яд на камне лестниц, углубляя ямы, их будущее на круги своя поволочет непрошенную явью. Наш лес их помнит, дерево хранит на мертвой мебели тепло их частых прикосновений, в зрелости они к суду земному больше не причастны, огромная семья, где для детей единственное имя должно помнить, сменившие их звучание в пустоте легко пространство до краев наполнить. Не верю в горе, верю только в вас, с которыми делил, делиться нечем, зазор от мироздания до глаз в поддельную скупую бесконечность. Все лица растворяются в огне и проясняют истины немые, но их шаги встречаются во мне, как где-то параллельные прямые. И снова осень щедрая на все, над крышами чужих и чуждых спален и в городе, который был спасен лишь горсткой душ. Сентябрь наступает, гудки огромных барж над головой, с утра для нервов каждый звук помеха, и самый первый лист на мостовой гранен как герб на рыцарских доспехах. Все-таки вы, глядя на свою жизнь, вы исторический оптимист или вы исторический пессимист? Ну, я всегда говорю, что я исторический оптимист. То есть, это означает, все кончится хорошо, я до этого не доживу. Один украинец сказал, что есть еще апокалиптический оптимист. Это значит, все кончится хорошо, но никто до этого не доживет. Так вот, к сожалению, жизнь складывается так, что иногда думаешь, а может быть, апокалиптический оптимист правый. Ну, если это так, то это грустно, но ничего не поделаешь. Существует еще такое понятие, как стоицизм. То есть, как бы ни было плохо, вот не жалуйся и, так сказать, в меру сил делай то, что надо. Об этом говорил Марк Аврелий. Есть у меня стихи о Марке Аврелии тоже. Вот у Бродского есть стихи о Тиберии, Цезаре очень скверном, а у меня Марк Аврелий может быть лучшим из Цезарей, тоже, так сказать, не идеальным. Но, правда, они кончаются словами, что вот после того, как Цезарь Марк Аврелий излагает свою теорию, и все это очень прекрасно, и поучительно, и глубоко, и очень, так сказать, помогает людям, он умирает, и на трон вступает Комод. Комод полный сумасшедший. Комод приводит империю к чуловичным ситуациям. Вот последняя строчка, и безумец Комод готовится вступить на трон. Вот такие стихи. Но даже это, даже вот эта перспектива, что придет Комод, или уже пришел Комод, что даже она нас не освобождает от обязанности быть стойками. Тут будет короткий стишок, называется «Габеллен». Ну, имеется в виду отчасти дама-единорог, который хранится в музее Клюни в Париже, который я люблю, и часто туда заходил его смотреть. Ну, и другие габелены, не только это. За камнем и рекой, за контрфорсом стадом, ткань, равная небес медлительным разглядом, зверь, дева, лилии, межа, и между них блистает воздух геральдический цветник. Ей разум оживить, утищет боли, жженье, когда зерно дробит бесповоротный жернов, когда под немогу запекшегося рта чернеет на шипах ограды кровь густа. Ты много повидал, прими сей сад терновник и расплати сполна, тебе платить не вновь, что, превращаясь в ночь, день подтвердил сполна, что тысячи невзгод, но музыка одна. АПЛОДИСМЕНТЫ